Анастасия Полынкина занимается бегом уже 9 лет. Девушка постоянно участвует во всероссийских областных соревнованиях. К эстафете, приуроченной к 9 мая, готовилась заранее. Неделя тренировок прошла не зря. На финальном 13 этапе Анастасия с большим отрывом одержала победу над соперниками. Да, я очень довольна. У нас очень много первокурсников, которые достойны вообще бегать хорошо, точнее очень хорошо бегают. И вообще мы остаемся в призах уже долгое время. Очень мне нравится эстафета бегать. В легкоатлетической эстафете приняли участие более 20 команд из школ, вузов и сузов города. Лидеры получили право сразиться в парке Гагарина за звание лучшей команды Самары. Здесь нам очень понравилось. Очень удобное место для того, чтобы распределить участников по этапам. Ну и самое замечательное то, что здесь есть детский стадион, на котором очень удобно наблюдать финишную борьбу, когда решается, кто выиграет эстафету, кто станет призерами эстафеты. Эстафета состояла из 13 этапов для студентов. Они бежали на 800 метров. И 14 для школьников. Они соревновались на 600. Участников состязания оценивали более 30 судей. Сейчас такие времена, что каждому учащемуся нужны портфолио для того, чтобы в школе, в вузах за это стипендию повышают. Поэтому мы, соответственно, каждому участнику получаем дипломы. Также школьники в свою портфолио составляют для выпускных экзаменов. Победителями эстафеты среди учеников стала команда школы 132. Они одержали победу впервые. Выиграли соревнования с большим отрывом от соперников и студенты сам ГТО. Ольга Павлова, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События.